всем привет я в такси была сегодня в икее и покажу что там видела покажу не все покажу наверно только обстановку комнат и квартир как сделано здесь в Токио давно не была в икее в Токио я была лет пять назад наверное ну тогда же я была наверное и в Москве поэтому что есть в России сейчас совсем не знаю но посмотрите сравните как обычно перед магазинами предлагаю вам небольшую прогулку по Токио я снова на достаточно оживленных улицах но скоро пройдусь прогуляюсь и потихим скоро имею ввиду в одном из следующих видео в Токио все еще сохраняется режим чрезвычайной ситуации который в общем-то должен истечь в эти выходные но этот режим чрезвычайной ситуации ни на что не распространяется кроме как на рестораны и кафе которые работают до восьми а так народу в городе полно все гуляют по магазинам и как вы видели в прошлом видео сидят в кафе и спокойно листают журналы никаких цветных зон в Японии нет и такое понятие даже не вводилось есть конечно ограничение на посещение каких-то массовых мероприятий лучше покупать билеты заранее потому что количество мест и количество посетителей ограничено сейчас очень бы хорошо съездить с детьми в диснейленд потому что наверное не такие большие очереди но билет купить просто невозможно раскупаются моментально странным образом как я уже говорила закрыты некоторые городские парки с объявлением дабы не распространять инфекцию а так кафе рестораны выставки игровые детские центры в помещении и даже взрослые игровые центры с игровыми автоматами все работает и все открыто но при этом важно отметить что цифры по количеству новых случаев коронавируса ежедневно очень разнятся с цифрами которые есть в европе в америке в других странах сейчас стабильно ежедневно 300 человек это в токио не во всей японии конечно самая большая цифра была в январе по всей японии было 7 с половиной тысяч а сейчас по японии в среднем 700 человек день но еще не забывайте что количество населения в токио больше чем население в москве и такийцы очень дисциплинированные например в метро или в общественном транспорте неприлично считается разговаривать поэтому там действительно все в масках и молчат японцы исправно носят маски и последнее время носят даже по две штуки они очень полюбили многоразовые маски с разным дизайном из разной ткани но по телевизору сказали что они не очень эффективно защищают поэтому лучше носить двойной слой и сегодня очень много вижу на улицах такийцев у которых сверху красивая многоразовая маска а под ней одноразовая вот и за руку даже без этого бренда он есть во всех уголках мира и на каждом шагу наверно нет только на северном и южном полюсе а так в любой стране в любом городе если не магазин то в интернете купить точно можно и всегда там можно найти любые модные тренды вот так выглядела я в тот день на мне массимо дути пальто покупала много 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 лет назад и комбинезон из манго на голове бейсболка мужа new england patriots он яростный болельщик а на ногах кеды от японского бренда за 15 долларов бренд называется куэн это масс-маркет это понятно исходя из цены ссылку на сайт оставлю в описании и вот купила я себе пока только белые кеды но увидела еще на сайте бежевые так что закажу в zara я тоже кое-что присмотрела и думаю заказать присмотрела я для себя длинное платье рубашку с ажурной вышивкой белого цвета вот она кстати потом посмотрела на сайте мне показалось что в реальной жизни это платье или рубашка смотрится лучше чем на картинке обычно у zara все наоборот в этот раз фотография на сайте была уж очень простенькая но я тоже не буду ничего особенного выдумывать хочу носить с джинсами или джинсовыми шортами понравилась мне эта хлопковая рубашка на сайте называется как рубашка из рельефной ткани еще в магазине было очень много дождевиков и даже снова я задумалась о том чтобы купить какой-то из них я здесь и неплохие плащи и куртки давненько я не захаживала в zara все время покупаю все через интернет и помню что продавцы были в черных костюмах ну вот в москве я помню так но дело конечно было давно а здесь пиджак юбка джинсы кеды даже не юбка насколько сейчас могу разглядеть это платье вот такой вариант удлиненного объемного дождевика в общем да все неплохо но что-то меня смутило то ли цвет то ли комбинация что белые ниточки белые эти веревочки из желтого дождей к в общем не знаю захотелось мне какого-то другого цвета были подобные спортивные комбинированные и потом на сайте я нашла свой любимый черный цвет ну не знаю хотелось бы конечно что-то побелее или белые или бежевые на весну но по-моему нет схожу в магазин посмотрю как выглядит этот дождевик живую магазины zara как и везде в токио очень популярны на улице постоянно мелькают бумажные пакеты с их логотипом сезон скидок могу судить конечно только по онлайн магазину но там товар раскупается супер быстро у меня постоянно повторяется одна и та же история выбираю я детскую одежду и пока кладу в корзину и что-то еще выбираю как только иду на оплату уже товара нет наличия не раз точно также выбирала одежду я и для себя думаю положу в корзину подумаю до утра утро вечера мудренее но утром повода подумать уже нет потому что товара снова нет наличия вот мы снова в городе погуляем опять по улицам посмотрим на людей как они одеваются в чем ходят ну и следующий пункт назначения уже это икея погода в городе стоит хорошая около 15 градусов но дует все-таки прохладный еще ветерок поэтому нельзя сказать что прям очень уж тепло сейчас будний день и я в центральном токио это буквально центр района щебуя здесь и совсем недавно неожиданно для себя я узнала что оказывается магазины икея бывают не только за городом но и в центре называется этот формат городской магазин оказалось что в токио есть два городских магазина они небольшие по размеру и там конечно же нет склада мелочи конечно представлены и можно сразу же приобрести а мебель наверное и товар покрупнее нужно оформлять доставку именно на этой шумной улице я и заметила однажды магазин икея до этого я все не могла никак понять почему так много людей ходят вот с синими сумками икея куда них берут и зачем они с ними ходят по городу оказалось все просто есть несколько городских магазинов и они в шаговой доступности от станции и к тому же являются популярным прогулочным маршрутом магазин икея это здание слева многоэтажное здание слева уже говорила что это будний день и обеденное время это до трех точно и нельзя сказать что в магазине было прям очень много народу и магазин битком но постоянно кто-то заходил и выходил и даже иногда образовывалась небольшая очередь для дезинфекции рук у человека 3 очереди стояла это первый этаж сразу же на входе здесь на первом плане были выставлены металлические тележки этажерки вот еще раз продают акулу по 20 долларов но меньше чем 20 долларов думаю 18 долларов и здесь же на первом этаже было небольшое кафе в котором продавали хот-доги донатцы и наверное разные напитки а еще продавались фрикадельки с пюре ну упакованные видео бенто или обеда запакованного в коробочку на первом этаже продавались и шведские продукты не так много как в большой икея но все же фрикадельки замороженные сосиски и булочки для хот-догов купить было можно а еще из особенного увидела здесь рамен в стаканчике это меню хот-догов в кафе оказывается может быть аж 10 вариантов а не просто кетчуп и горчица это пасхальный стеллаж и нет японцы не празднуют этот праздник но в токио живет все-таки много иностранцев а японцы вообще не прочь попробовать разные вкусняшки увидела как люди входят магазин дезинфицируют руки и вспомнила что хотела рассказать вам про использование перчаток в токио рассказ короткие перчатки не обязательны спрея для дезинфекции рук стоят везде и на каждом шагу и в магазинах и в больших и маленьких и в кафе в ресторанах везде показала часы это была моя покупка ну еще и батарейки стоили они менее двух с половиной долларов я же поехала на самый верхний этаж всего в здании семь этажей но седьмой этаж был на реконструкции так что поехала на шестой этаж и пройду магазин сверху вниз закончу мысль про перчатки изредка я все-таки вижу покупателей в магазинах продуктовых магазинах в перчатках но только изредка в магазинах их не раздают и о них никто ничего не говорит в отличие от того что может быть каждые минут десять объявляют в магазине о том что необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию я в пальто и в шапке а девочка промелькнула в короткой юбчонки и в легкой летней блузки думаю что мама тоже была одета тепло было и в плаще или в длинные юбки или в брюках это очень частая токийская картина когда мама одета по погоде и утеплилась а рядом ребенок с голыми ногами и в маечке или вообще если младенец может висеть в рюкзачке спереди в одних трусиках и босиком эта обстановка от икея стандартной японской квартиры да она очень небольшая вообще будет крошечный коридорчик и сразу после него начинается кухня дальше туалет ванная и одна комната которая служит и спальне и гостиной и столовой в таких квартирах обычно только одно окно и она располагается прямо напротив входа в квартиру межкомнатных дверей тоже не бывает ну только в ванной в туалет в токио много небольших квартир и поэтому здесь большой популярностью пользуются склады наверное лучше сказать не склады а кладовочки когда можно арендовать отсеком на тушечкой площади от 1 до 10 квадратных метров ну в среднем бывает и даже меньше бывает больше называется этот ранк румы и такие кладовки можно арендовать в любом районе по всему токио стоимость аренды тоже зависит от района и наверное в среднем чуть меньше 4 квадратных метров будет стоить чуть меньше 100 долларов в месяц кстати в японии площадь квартир также как и площадь этих кладовочек измеряют не в квадратных метрах хотя часто сегодня уже указывают квадратные метры в скобочках но основная единица измерения это один джо или один татами миниатюрная о фуро или японская ванна ну скорее всего подразумевается что эта квартира рассчитана все-таки на одного человека ну да один стульчик и дальше я прокрутила и посмотрела кровать тоже на одного человека короче говоря это наша однокомнатная квартира этот этаж посвящен спальне здесь было представлено неожиданно много кровати я не ожидала думал что будет меньше мебели наибольший интерес у немногочисленных покупателей вызывали кровати с ящиками для хранения теперь я спустилась на этаж ниже здесь у меня возник личный интерес я хочу купить недорогое рабочее кресло и вот посмотрела как она катается прочная непрочная но не стала сидеть проверять времени не было поэтому пошла дальше этот компактный рабочий стол очень симпатичный аккуратные рядом с ним такое же по дизайну кресло на вид мне понравилось еще один интерьер для японской однокомнатной квартиры площадью 25 квадратных метров снова такая же планировка как была и в предыдущей квартире из прихожей попадаешь сразу же на кухню где обычно не бывает обеденного стола кушают обычно в комнате ну или в ресторане очень небольшая кухня но этого вполне достаточно для одного человека и такая же небольшая ванная комната которая объединена с туалетом и так выглядит комната где есть и рабочая зона и стол и спальное место здесь предлагаю диван и наверное постельное белье куда-то убирается в шкаф но не думаю что это удобно для японцев они очень любят разные ящики места для хранения выдвижные чтобы что-то запихнуть под кровать обязательно должно быть место а здесь конечно низковато мне кажется что многофункциональная кровать с полками и выдвижными ящиками которая была в предыдущей обстановке предыдущей квартире больше приглянется большинству японцев ну с точки зрения функциональности и практичности в магазине икея конечно предлагают и свою собственную сантехнику но во всех японских домах и квартирах обычно стоят японские унитазы честно говоря с ними ничто не идет сравнение много есть видео на эту тему но я тоже не удержусь и хочу рассказать об этом поподробнее сама так что ближайший месяц я расскажу о японских туалетах и унитазах поподробнее еще один этаж гостиные столовые еще один интерьер и эта комната гостиная столовая 6 джо или 10 квадратных метров такой вариант здесь предлагают молодой семье с одним маленьким ребенком на этажах где продавались разные мелочи покупателей было побольше кухонные аксессуары из раздела крючочки-коробочки не вызывали особого интереса у японцев но это понятно потому что в японии очень много продается местной пластмассы местных аксессуаров для кухни это пакеты для хранения их хозяйки японки очень активно используют на кухне и в холодильнике и в шкафах возвращаясь к кухонным аксессуарам хочу отметить что икея есть чему поучиться у японцев у них даже об этом есть телевизионные передачи и неисчислимое количество youtube каналов где блогеры рассказывают как обустроить пространство на кухне в шкафу в кладовке еще одна гостиная столовая но честно говоря зашла с какого-то не того входа не посмотрела сколько здесь квадратных метров это думаю комната тинейджера и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Спускаюсь еще на один этаж ниже И сразу передо мной еще одна комната 10 квадратных метров для старшеклассника или студента Кровать-чердак вещь удобная и очень сильно экономит место Ну вот, честно говоря, я побаиваюсь подобных спальных мест в Японии Где так часто происходят землетрясения Но привыкшие к землетрясениям японцы покупают подобные кровати Покупают и двухъярусные кровати И эти модели продаются во многих японских мебельных марках Продолжение следует... Тысячу лет не гуляла по Икеа И увидела, как удобно, что можно посмотреть цвет и яркость электрической лампочки И как хорошо, что лампочка находится внутри этого бокса Можно увидеть цвет стен и понять действительно освещение На спуске с эскалатора на первом этаже социологический опрос Какой раз вы в нашем магазине Здесь же кассы, ну и выход, там же, где и вход Ну, точнее, есть и другие двери Но я вышла во вход, мне было так удобнее Последний раз все думала купить, не купить Не сосиски и булочки для хот-догов, фрикадельки Но, как я уже говорила, решила купить в следующий раз И я таки вернулась сюда и купила все продукты через день Купила, привезла домой И мы уже с семьей поели икеевских хот-догов Я даже кетчуп и горчицу здесь купила, чтобы получилось уже, ну, один в один На сегодня у меня все Спасибо, что смотрели и слушали Пока, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok